Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области 7 марта по решению областной комиссии по чрезвычайным ситуациям приступило к мониторингу паводковой обстановки на гидротехнических сооружениях. В регионе таких объектов 482. К 39 из них внимание особое, так как они представляют повышенную паводковую опасность. Большинство из них находятся в южных районах области. Данные гидротехнические сооружения находятся практически во всех муниципальных образованиях. Из 39 объектов 12 объектов у нас имеют полностью земляное тело плотины гидротехнического сооружения, которое не облицовано железобетонными конструкциями и они как раз представляют наиболее повышенную паводковую опасность в случае наступления периода дружной весны. По прогнозу областного гидромедцентра, для гидротехнических сооружений наиболее горячим периодом будет конец марта-начало апреля. В этот момент в связи с повышением температуры воздуха, начиная с юга и с продвижением к северу Ульяновской области, планируется максимальный сход снега и наступление периода активного половодия. Для гидротехнических сооружений это прежде всего опасность появления воды, которая будет скатываться поверх льда и упираться, соответственно, в тело плотины. Если верхний водосброс и донный водосброс, который есть на многих ГТС, не будут справляться с этим объемом паводковых весенних вод, то необходимо будет принимать оперативные меры, в том числе возможное строительство водосбросных каналов в обход тела дамб для того, чтобы сбросить вот эту верхнюю талую вешние воды. В Ульяновске специалисты Минприроды отмечают большие промоины на русле Свияги. Это говорит о том, что в ближайшие 10 дней произойдет разрушение сплошного ледяного покрова. То же самое касается и реки Сельди. По словам министра природы цикличной экономики, крайне важно отрегулировать сброс воды на каскаде плотин. В частности, на ГТС ТЭЦ-1 и смежный с ней ГТС, расположенный ниже по течению реки Свияги у районного центра Ишеевка. У нас на станции создаются противопаводковые комиссии, также бригады для круглосуточного дежурства и мониторинга уровня. В случае повышения уровня в верхнем бьефе, то есть открываются вот эти вот, как мы видим, затворы и соответственно регулируем уровень, чтобы не подзатопляло. Здесь вот у нас находится населенный пункт, мостовая, чтобы не было подтопления и соответственно держали разрешенный уровень, это 3 метра. В настоящий момент составлены графики дежурств, оперативных дежурных во всех муниципальных образованиях области. Кроме этого, за каждым гидротехническим сооружением закреплены ответственные должностные лица, специалисты Минприроды, которые будут контролировать паводковую ситуацию круглосуточно, когда среднесуточные температуры поднимутся выше нуля градусов по Цельсию. Ирина Антонова, Александр Кутерешов, Новости Ульяновской правды.